Пресс-конференция – мероприятие в преддверии, важной для следователей даты, традиционное. В его рамках участники, представители средств массовой информации могут задать интересующие вопросы непосредственно начальнику областного управления Александру Рахманову. Как правило, речь идет о наиболее резонансных делах и общих тенденциях деятельности. К слову, о последнем в текущем году вырос уровень и без того высокой оперативности. Порядка 60% дела расследуются в срок до одного месяца. При этом не пострадали ни качество, ни полнота процесса. Практически вдвое сократилось количество уголовных дел, которые были возвращены прокурорами для проведения дополнительного расследования, сократилось количество актов прокурорского реагирования, судебного, а также на 30% количество решений следователей о приостановлении либо прекращении уголовных дел, с которыми не согласились вышестоящие руководители, отменив их и направив дело для проведения дополнительного расследования. На постоянном контроле, как и прежде, в управлении и на местах остаются вопросы возмещения ущерба. В текущем году более 2 миллионов динаминированных или 20 миллиардов нединаминированных белорусских рублей возмещено на стадии расследования. Это и в удельном весе выше к результату истекшего 2016 года. В рамках специального пресс-мероприятия журналистам удалось ознакомиться не только с настоящим, но и с прошлым следствием. Предваряла конференцию «Большая выставка. Закон. Справедливость Айчина». Ее подготовили сотрудники областной библиотеки. Порядка двух сотен изданий, в числе которых раритеты конца 19-го, начала 20-го века рассказывают историю становления и развития ведомства, а также отражают его деятельность через призму художественной литературы. В настоящее время следствие Брещена – это не одна сотня человек. Немалый процент – молодые специалисты. Последних обучают и поддерживают коллеги опытные, в их числе Олеся Николаева. Служит Олеся Викторовна уже 19 лет. Работу свою любит, но другую ее не променяла бы. Хотя в свое время это был скорее спонтанный, чем осознанный выбор. Это оказалось намного интереснее, чем я когда-то могла себе представить, будучи еще школьницей, глядя на девушек в форме, которые вызывали мне восхищение просто внешним видом и романтика. Наверное, каждая девушка так испытывала такие ощущения при виде женщин в форме. Ну и я стала одной из них. И на самом деле это очень интересно, очень занимательно. И когда ты понимаешь, что ты не просто девушка в форме, а что ты человек и офицер, и в погонах, и приносишь пользу своему обществу, в котором ты живешь, это еще больше заставляет, может быть, или воодушевляет и помогает любить ту деятельность, которой я занимаюсь. Серьезный опыт работы имеет и Сергей Черняк. Он занимается расследованием дела о дорожно-транспортных происшествиях. Направление сложное, как, впрочем, любое в данном ведомстве. За 12 лет службы в производстве у Сергея Геннадьевича находилось порядка трех сотен дел. Большая цифра, и за ней не меньшее число жизней и судеб. В нашей категории дел мы сталкиваемся с людским горем. И здесь, по сути, пострадавшими являются обе стороны, поскольку каждый, кто садится за руль автомобиля, он не садится с целью совершить преступление. Это стрессовая ситуация для обоих сторон. И здесь, для того, чтобы быстро и правильно, по закону и по справедливости разобраться с той или иной ситуацией, необходимо правильно строить свое отношение и к одной, и к другой стороне. И именно таким образом, именно таким способом можно достичь наиболее, наибольшего эффекта, наибольшей результативности в работе. К слову, в числе важных направлений деятельности у следователей Брещины профилактика преступлений и правонарушений. Как и медики, они уверены, что эффективнее пресечь негативные тенденции, чем потом разбираться с их последствиями. Хотя и с последствиями здесь разбираться умеют. Подтверждение тому – признание заслуг областного ведомства на республиканском уровне. Подразделение следствия, а также служба обеспечения – это кадры, финансы, тыл, наши аналитики, криминалисты. Если рассматривать нашу деятельность с точки зрения приказа председателя Следственного комитета о введении в действие критериев оценки соответствующей деятельности, занимают лидирующие позиции в нашей стране. Именно поэтому с особой гордостью мне хотелось бы поздравить всех сотрудников, пожелать им, конечно же, здоровья, добра, благополучия, самых приятных и лучших моментов не только в нашей службе, хотя она тяжела и трудна, но и в их личной жизни, в их семьях. Отдельные слова благодарности, конечно же, родным и близким, которые понимают, соглашаются и, конечно же, поддерживают наших сотрудников в их нелегком труде.